Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня в медиа-центре совместно с Институтом по освещению войны и мира, с Сириванским офисом Института по освещению войны и мира, а также с Клубом общественной журналистики состоится обсуждение, посвященное теме российско-иранское сотрудничество и его влияние на регион Южного Кавказа. Как вы знаете, очень часто в последнее время есть информационные сводки, аналитические, и также заявления политиков и политологов о том, что планируются какие-то контракты с Россией и Ираном о свободных поставках газа и вообще политическое сотрудничество, энергетическое и военное. И мы попытаемся понять, как все это будет влиять на регион Южного Кавказа, какие подвышки ожидается в этом направлении. Есть также мнение о том, что выстраивается какая-то энергетическая ось или политическая ось по схеме Север-Юк, то есть это Россия, Грузия, Армения, Иран, и как бы это будет влиять на весь регион, на политический, геополитический и энергетический ландшафт региона. В связи с этим мы сегодня у нас в гостях на площадке в Ереване и в Тбилиси эксперты, которые выскажут свое мнение по этому поводу. Итак, наши эксперты. Севакс Аруханян, иранист и директор Армянского центра исследования общества Сергей Миносян, замдиректор Института Кавказа, политолог, а также в Тбилиси, у нас на площадке в Тбилиси, Давид Сихарулидзе, директор Атлантического совета в Грузии и бывший министр обороны Грузии. Я приветствую вас, дорогие коллеги, и в Ереване, и в Грузии. Итак, начинаем наше обсуждение. Я предоставляю слово вам, господин Саруханян. Как вы вообще считаете, есть ли реальные перспективы российско-иранского сотрудничества в газовой сфере, энергетической и вообще политической, и как это будет влиять на регион Южного Кавказа? Оправданы ли эти аналитические выкладки и сводки о том, что это поменяет политический и энергетический ландшафт региона? Спасибо большое. Ну, надо четко определить, что такое энергетическое сотрудничество, газовое и нефтяное, то есть это координация деятельности, это совместные проекты, совместные контракты, инвестиции России в уранскую экономику. Если разделись на несколько вот таких сфер, то ответить на этот вопрос будет намного легче. Сотрудничество и координация между российской стороной и РАСКО и по нефтяной и газовой сфере, естественно, возможно, эта координация в каком-то зачаточном состоянии была и 5 лет тому назад, и 10 лет тому назад. А если говорить о том, что Россия и Иран начнут реализовывать совместные энергетические проекты, то тут на самом деле сложности намного больше, чем каких-то легких возможностей. Сложности прежде всего зависят от экономической ситуации в России, от нехватки средств инвестиционных у основных российских энергетических компаний, средств, которые будут необходимы для вкладывания в иранскую экономику. Вторая проблема – это иранское законодательство, которое серьезно ограничивает присутствие иностранного капитала в нефтяной и газовой сферах, которые считаются в Иране, называются общественной собственностью. Реально это государственная собственность, существующие контракты в системе Buyback, разработанные еще в 90-е годы, себя не оправдали с точки зрения интересов иностранных инвесторов. То есть с этой точки зрения говорить, что российский капитал войдет в Иран, они будут реализовывать совместные проекты крупные, российская экспансия начнется в энергетическом секторе Ирана, этого не приходится. Плюс к этому есть еще и очень важный фактор, что Иран использует нефтяные и газовые аспекты своей энергетики в процессе переговоров с Европейским Союзом и более заинтересован в том, чтобы европейские компании пришли в Иран, чем российские, потому что это укрепит позиции Ирана в Европе, убыстрит процесс снятия санкций и привнесет в Иран новые высокие технологии в энергетической сфере. Но однако это не будет мешать тому, чтобы координация и какое-то сотрудничество между Россией и Ираном было. Как это затронет Южный Кавказ, я трудно себе представляю, потому что у России и у Ирана нет на Южном Кавказе совместных энергетических проектов. То есть говорится о том, что вот эти слоповые газовые поставки, они могут осуществляться через существующие трубопроводы на Южном Кавказе. Ну какие трубопроводы, в этом-то и большая проблема. То есть существующий газопровод, который есть из России в Армению через Грузию, он обеспечивает еле-еле, давайте будем говорить, как есть потребности Армении. Это магистральный газопровод, очень старый, максимальная пропускная способность, которая в лучшем случае это 3 миллиарда публичных метров природного газа, и ничего другого нет. Если будут новые какие-то проекты, то эти новые проекты должны привнести новую инфраструктуру. Новая инфраструктура требует не месяцы, а требует годы и десятилетия. Спасибо вам большое. Господин Минасян, вам вопрос от более политического характера, геополитического. То есть есть, мы также вчера, буквально, по-моему, была информация о том, что Россия уже дала согласие по поводу поставок, да, то есть военного характера уже, поставок системы С-300 в Иран, а также политические какие-то договоренности. Вообще, в целом, вот, суммируя, да, энергетическое и политическое, и геополитическое сотрудничество, это как-то повлияет на регион? Потому что между, можно сказать, Россией и Ираном есть регион Южного Кавказа. Как это повлияет на регион? Спасибо. Вам слово. Спасибо. Ну, очевидно, что за последние месяцы два важных события или два важных процесса способствовали еще большей координации действий между Москвой и Тегераном в политической и безопасной сфере. Насчет энергетики уже, как у коллеги, было сказано. Там есть, конечно, некий потенциал, но есть объективные ограничители, в то время как геополитика и региональные процессы, они делают так, что между двумя странами достаточно плотное совпадение интересов по многим вопросам региональной политики. Говоря региональной, я, в принципе, в данном случае имею, если можно употреблять в данном случае, так называемый Большой Ближний Восток. Очевидно, что и, ну, скажем так, процесс или прорыв, если можно сказать, вокруг иранской ядерной программы, в которой Россия сыграла достаточно важную роль, с одной стороны, этому способствовал, и возможные перспективы дальнейшего энергетического, экономического, политического выхода Ирана из изоляции, с одной стороны, это способствует, с другой стороны, те события, которые происходят вокруг Сирии, исламское государство, Ирак, то есть там, да, вообще сложно ограничиться только Сирия, это и Ирак, это и более глобально, и в этом плане очевидно, что между Москвой и Тегераном более чем серьезное сближение интересов и задач, фактически мы можем сказать, что сформировался ситуационный, своего рода, военно-политический альянс с участием Ирана, Ирака, осадовского режима и Москвы, если можно сказать, некой такой иллюстрацией, фейерверком демонстрации этого явился знаменитый пуск крылатых ракет с южной акватории Каспийского моря, который пролетал через воздушное пространство Ирана и Ирака. Я не имею в виду, что мы можем, что речь идет о формировании какого-то действенного военно-политического блока, но ситуационный альянс, он в конце концов налицо, потому что существует координационный центр в Багдаде, где представлены и фактически не только информационные, но и осуществляющие оперативную координацию с участием кадровых военных из Ирана, Ирака, России и Сирии, с одной стороны. С другой стороны, уже есть многочисленные подтверждения о том, что и до этого были подразделения шиитской милиции, которая с помощью Ирана была переброшена в Сирию. Сейчас уже вроде бы есть признаки того, что и части Коц, и части исламских стражей фактически уже участвуют в боевых действиях в Сирии. И, между прочим, вчерашний сравнительный успех сирийской армии по деплокации аэродрома к северу от Алеппо, возможно, был связан именно с действиями на земле иранских войск, иранских подразделений и шиитской милиции при поддержке российской авиации. То есть очевидно, что на этом фоне можно говорить о достаточно серьезной совпадении координации подходов России и Ирана. В военно-технической сфере, как вы уже сказали, мы также видим достаточно серьезный прорыв. Хотя принципиальное решение о поставках С-300 было принято еще ранее, но просто в ближайшие последние дни об этом было объявлено. Причем было объявлено, что, скорее всего, будут поставлены те системы С-300, модификации С-300 по МОУ-2, это те самые фавориты, между прочим, которые есть, например, у нашего соседа Азербайджана, которые в свое время предназначались для Сирии, но по мере, скажем, развития гражданской войны в Сирии, Сирии уж точно сейчас не нужно С-300, ей нужно что-то другое, в то время как для Ирана это достаточно серьезный военно-технический компонент. Хотя также, я не думаю, что мы увидим реализацию в ближайшие год-два, потому что это требует достаточно долгое время, то есть фактически это конец 2016-го, начало 2017-го годов. То есть в этом плане очевидно, что это также влияет и на Южный Кавказ. Просто один пример, вы знаете, что часть авиационной группировки была переброшена российской стороной через воздушное пространство Азербайджана и Каспийское море через Иран, но также очевидно, что, например, на территории Армении дислоцирована российская военная база, которая включает в том числе и авиационный компонент. То есть некие возможные варианты, в том числе и те, которые на данный момент кажутся несколько неправдоподобными, они вполне могут осуществиться на фоне тех знаменательных процессов, которые развиваются над Ближним Востоком. То есть, возможно, какая-то координация в сфере ПВО, да? Не только ПВО, если, а, скорее всего, это даже уже неизбежно, будет расширяться формат российского военно-воздушного участия в Сирии, то вполне возможно, что российской авиации будут необходимы так называемые аэродромы подскока. Возможно, использование иранских аэродромов, возможно, иракских. Я не исключаю также и какое-то использование инфраструктуры, скажем, с территории Армении. Даже, скажем так, радиолокационных станций или систем связи. Хорошо. Вам слово, господин Сихар-Ульзи. И вопрос такой. Вы можете, конечно, комментировать, и существуя сделанные заявления и аналитические речи наших экспертов в Ереване. Вопрос касается того, вот, говорите, как газовые производства также учитывают эффективу. Это реальная перспектива. Как это повлияет вообще на отношения Грузии с соседними странами, имеется в виду Азербайджан, Турция, и насколько это все реально? Вам слово. Здравствуйте. Я буду говорить с перспективой Грузии, когда я вижу это. Те разговоры, которые сейчас идут вокруг Газпрома, я отношусь к ним очень осторожно. Во-первых, не надо забывать, что Россия страна-агрессор. Она оккупировала где-то 20% грузинской территории и до сих пор продолжает оккупировать эти земли и нарушает те соглашения, которые она сама подписывала с Грузией по медиации Евросоюза. Конечно же, энергетика всегда была, так сказать, политическим, она использовалась всегда для политического влияния. Так что тут больше политики, чем экономики или энергетики. Особенно, когда мы говорим о газе. Я думаю, что для Грузии это будет очень недальновидно, если Грузия будет продолжать какие-нибудь переговоры с Газпромом по увеличению объема закупки газа. Почему? Во-первых, это усилит зависимость грузинского энергетического сектора от России. Я думаю, что это не в интересах Грузии, так как, как я сказал, Россия всегда использовала энергетику и газ, в том числе, для политического давления. Второе, я думаю, что для Грузии это не в интересах Грузии, усиливается российское политическое влияние в регионе. Для нас очень важно, чтобы Армения была также независимая страна, она развивалась независимо, и ее зависимость от России была меньше, так как это тоже мы думаем, что это в интересах Грузии. Ваш гость очень правильно сказал, что тот газопровод, который работает и подает газ, он работает на максимальных оборотах, и я думаю, что это и в интересах Грузии, и в интересах Армении, чтобы этот газопровод продолжал работать. Но я думаю, что не в интересах Грузии усиливать, так сказать, российское влияние и зависимость от российского газа в Грузии. Это раз. Второе, и, конечно же, в регионе. Это второй аргумент. И третий аргумент, это очень серьезный аргумент Газпрому, если мы посмотрим те страны, где работает Газпром, то это очень, в особенности постсоветские страны, вы увидите, и в Украине это было, и в Грузии это было. Там, где Газпром, там создается какая-то коррумпированная инфраструктура, и очень много вопросов по коррупции в тех странах, где присутствие Газпрома критическое, большое присутствие. Я думаю, что для Грузии увеличение Газпрома, покупки газа от Газпрома, это не индиверсификация. Я бы с удовольствием подумал о том, чтобы через Армению покупать газ из Ирана, это будет то, если эти санкции будут сняты международным сообществом. Но я не думаю, что в интересах Грузии как-нибудь закупать больше газа из России, или иметь газпромовские инфраструктурные инвестиции в газовую инфраструктуру. Это усилит влияние России на Грузию и на Россию, и будет использовано как политическое давление на Грузию, и, в-третьих, это будет еще создаст, я думаю, как практика нам говорит, дополнительные коррупционные схемы, которые будут не в интересах страны, не в интересах развития региона. Спасибо, господин Сифар-Лиза. И такой вопрос. В настоящее время в основном Грузия закупает газ у Азербайджана, это понятно. Разве закупка, то есть так говорится, многие эксперты так говорят, закупка или возможные контракты с Газпромом или с Ираном, они создают риски для безопасности Грузии, или больше приведут к тому, что она будет балансировать и влияние, с одной стороны, Азербайджана и Турции, и с другой стороны, то есть для Грузии будет больше маневра в регионе, в политическом и геополитическом плане? Я ставил знак равенства между закупкой газа в Иране и закупкой газа в России. Это не одно и то же. Россия всегда использовала свой газ, свою энергетику, как для политического давления, для политических целей. Я думал, я сказал, когда я говорил минуту назад, что я бы приветствовал, если грузинское правительство, если с армянским правительством рассматривали бы вопрос, как можно будет поставлять газ Грузию из Ирана, если есть такие технические. На данный момент, как я понимаю, таких технических возможностей, таких больших нет. Но по России у меня то... Что касается поставок газа из Азербайджана, я не думаю, что азербайджанский газ используется, для поставки вот этот контракт используется для каких-то политических целей. Это дает энергетическую независимость для Грузии. И для нас это очень важно. Это всегда было серьезно, очень проблематично. Я помню, в 2006-2007 годах ситуация до того накалила, что Россия просто перекрывала газ под одним и другом. И она старалась давить политически. То же самое было по отношению с Украиной. Вы помните такую же политическую динамику, когда перекрытие газа и вообще поставки газа были использованы для того, чтобы поменять внешнюю политику Украины. Так что я думаю, что нельзя ставить знак равен, что между поставками газа из России, из Ирана или из какой-нибудь другой страны, так как российский газ это только политический газ. Хорошо, спасибо. Если у журналистов есть вопросы, я готов предоставить слово, то есть право журналисту задавать вопросы. Нет вопросов, значит, что все понятно. Эксперты в Ереване, я бы хотел... То есть мы так, как мы поняли, из вообще речей наших экспертов, о том, что в целом может быть, в целом влияние о том, что было сказано или говорилось, что вот выстраивается какая-то ось по схеме север-юг, и это может как-то влиять на энергетический рынок. То есть в целом влияние на энергетический рынок и вообще на регион, это достаточно ограничено. Но хоть какое-то влияние это оставит, хоть как-то изменит геополитический ландшафт или вообще энергетический ландшафт региона. Или это больше политики, или это больше заявления о том, что вот могут быть что-то, но это на самом деле в жизни нереализуемо. По Ирану-Российскому, да. В реальности есть техническая возможность оставлять Грузии определенное количество российского газа даже по существующему газопроводу. Но это в ограниченном количестве. Техническая возможность заключается в том, что если Россия и Иран приходят к соглашению, что российская сторона сокращает объем поставляемый через территорию Грузии российского газа, оставляя часть Грузии, взамен Иран увеличивает количество поставляемого по газопроводу Ирана-Армения газа в Армению, то Газпром, ну это такая своповская система по газовой сфере, да. То есть российский газ остается в Грузии, а иранский заходит на территорию Армении вместо этого. То есть тут сказать, что Россия в этом будет не заинтересована, не приходится, потому что в принципе большой разницы нет, объемы очень маленький. Вопрос упирается в цену. Цена такая, что Армения никогда кэшем, то есть в денежном эквиваленте, не покупала газ у Ирана. То есть неизвестна эта цена иранского газа. Говорят, что она может быть очень дешевой, я могу сказать, что она может быть очень дорогой. Но может быть и дешевой, может быть и средней. То есть когда нету прецедента, то есть какие-то четкие вещи, не приходится. Региональный опыт показывает Ирану, что Иран вообще никому дешевый газ не продает. У Ирана покупает газ Турция, которая ведет переговоры годами, чтобы получить какую-то значимую скидку, но максимум, что они получают, это 10%. Если средняя международная цена за природный газ это 300 долларов, представить, что Иран будет продавать Армении газ за 110, этого не приходится. Несмотря на то, что объемы маленькие, это создает прецедент. Когда иранцы будут вести переговоры с европейцами по газу, с пакистанцами ведут переговоры, с индусами ведут переговоры, с теми же русскими ведут переговоры. Ключевой сегмент переговоров это цена. Иранск, если создаст прецедент, когда 110 долларов, эти переговоры точно сильно пострадают. Российско-иранское сотрудничество в регионе Южного Кавказа, мне кажется маловероятным, потому что оба государства в регионе преследуют одну и ту же цель. Это увеличение своего влияния и своего присутствия. То есть, считай, что Россия и Иран... Скорее, они конкуренты в регионе, да? Они, конечно, конкуренты в период, когда НАТО укрепляло свои позиции, американские позиции укреплялись. То есть, Иран и Россия находились в каком-то неформальном, ну, несистематизированном союзе, да? То есть, мы и Москва, и Тегеран заинтересованы, чтобы Запад не особо увеличил силу своей позиции на Южном Кавказе. Сегодня, моя точка зрения, что Запад из Южного Кавказа постепенно отступает, да? Да, то, что можно наблюдать практически во всех странах, в том числе и в Азербайджане, который долгие годы считался оплотом, как бы, западных расчетов. Не интересов, а расчетов. То есть, в этих условиях конкуренция между Россией и Ираном будет усиливаться. Говорить, что там есть такая, я немножко отвлекаюсь от темы, но очень принято говорить, сейчас я иногда читаю очень такие бредовые статьи о союзе между шиизмом и православием, о каких-то вещах. Иранцы к России всегда относились ревностно. И мой коллега тоже это знает, потому что является специалистом тоже по началу конфликта между Ираном и Персией, Россией и Персией, Российской империей. То есть, иранцы, наверное, хуже, чем к России, относятся только к Великобритании. То есть, есть эти два государства, которые они особо не любят. На первом месте Великобритания, на втором месте Россия. Потому что, видите, ну, Израиль, это временно приходит, уходит. Почему? Потому что они считают, что империя персидская распалась благодаря этим двум государствам. Да, Британская империя и Российская империя. То есть, говорят, что иранцы будут тут рады сотрудничеству. Будут рады сотрудничеству и союзу в тех вопросах, которые отвечают иранским интересам. Я не считаю, что на Южном Кавказе есть какой-то реальный фон для того, чтобы Россия и Иран вот создали какой-то неформальный союз. То, что касается Ближнего Востока, и мой коллега тоже отметил. Вот в Сирии, они находятся, да, в том неформальном союзе фактически. Российская авиация бомбит, проиранская хезболла воюет. То есть, ситуация в Сирии и ситуация, это разные вещи. Да, конечно. Ну, есть другие целый ряд вопросов, где они расходятся по интересам, да. Например, тоже возьмем Йемен. Да, российская реакция абсолютно, она инертная и даже, можно сказать, что не особо прокуситская. Иранская оппозиция, она совершенно другая. Курский вопрос, то есть, сказать, что Иран и Россия преследуют одни и те же цели по курдам в Сирии или в Ираке, ну, этого тоже не приходится. Так что я не очень такой большой оптимист, я считаю, оптимист в каком смысле, такой скорее не оптимист, а как бы идеологизирован видеть какие-то перспективы создания каких-то метафизических союзов, тем более на Южном Кавказе. Вот я так не считаю. Я считаю, что есть сферы для сотрудничества, но их недостаточно и не столько для того, чтобы говорить о каком-то стратегическом союзе. Ясно. Ну, в принципе, каких-то лет 5 или 10 назад, когда у Ирана тоже были развязаны во многом руки, то есть не было вот таких сильных санкций и так далее и тому подобное, тогда тоже мы не видели каких-то энергетических союзов или особых сотрудничества активного... И надо сказать, что все попытки российских энергетических компаний вкладываясь деньги в иранский нефтегаз с 90-х годов вплоть до 2005-2006 года увенчались полным провалом. То есть это уже прецедент. Ясно. Господин Сихарульдзе, вопрос к вам. Важный вопрос здесь затронул наш коллега по поводу цены. Вот грузинский министр энергетики Каха Калаза заявил, что вот подход к Ирану меняется, и мы должны рассмотреть вопрос о поставках газа из Ирана. Как вы думаете, с учетом того, что Азербайджан, как вы сказали, и как говорят, очень много говорят из азербайджанской стороны, поставляет газ Грузии по очень низкой цене, согласно вот этим заявлениям азербайджанским, иранский газ может реально быть какой-то альтернативой для Грузии? В принципе, я думаю, да. Не альтернативой, а дополнением может быть. Мы можем рассматривать этот вопрос, но я не думаю, я согласен с вашими респондентами, что цена имеет значение. И у нас было до того, когда пока заработал этот газопровод, мы старались также закупать тот газ, если рассматривать эти возможности. Я согласен с вашими респондентами, что иранский газ всегда очень дорогой. Не очень дорогой, а вот дороже, чем Каспийский газ, так сказать. Я думаю, что все-таки, учитывая то, что для нас очень важно иметь энергетическую независимость, энергетическую безопасность, мы можем технически рассматривать вот этот вопрос с Ираном, с Арменией в том случае, если вот эти санкции будут сняты. И я не думаю, что здесь какая-нибудь большая проблема. Мы должны очень прагматично поступить к этому. Но я опять повторяюсь, это не касается газпромовского газа или газпромовской энергетической инфраструктуры, так как вот эти рычаги давления, мы очень часто видели, это прямые рычаги давления и непрямые рычаги давления, то, что касается вот этих коррупционных схем, каких-то элит, которые вот после вот таких договоров появляются в странах, какие-то очень элиты, которые заинтересованы в этих схемах, поэтому я думаю, что это две абсолютно другие вещи. Иранский, просматривать иранский вопрос поставок иранского газа и рассматривать вопрос поставок газпромовского газа. Хорошо, и вот продолжение вопроса моего. Опять к вам. Вот Кахакалаза на вопрос о том, что это какие-то... Агивы ведутся обсуждения как с азербайджанской стороной о поставках газа с Ирана, он сказал, что нет, Грузия этот вопрос не обсуждает ни с какой страной, то есть кроме, наверное, с Ирана. И с другой стороны мы видим заявление главы СОКОР, то есть азербайджанской компании, которая является, если я не ошибаюсь, первым налогоплательщиком, самым крупным налогоплательщиком Грузии. Он сказал, что президент Алиев мастерски дал понять, что грузинской стороне, что вот Азербайджан поставляет самый дешевый газ в Грузии, и в Грузии вряд ли заинтересованы в том, чтобы потерять такого поставщика и такого налогоплательщика. В связи с этим вопрос, как эксперту, то есть закупка или возможные поиски альтернативы, альтернативы газа, источников газа, они как повлияют отношения, как повлияют на грузино-азербайджанские отношения? На данный момент у нас нет надобности, чтобы в короткое время искать какую-нибудь альтернативу. По данным я сейчас просто не хочу вас утомлять цифрами. На данный момент у нас есть пока столько газа, сколько мы потребляем, а также мы пропускаем по транзиту, по которому мы получаем газ по транзиту бесплатно. Так что у нас вы абсолютно правы, цена на газ, большая цена на газ, так сказать, меньше, чем, теоретически это может быть от какой-нибудь альтернативного поставщика. Так что таких надобностей, таких immediate needs, we don't have it. Immediate needs. Но, конечно же, если мысли стратегические, мы должны думать, как развивать нашу энергетику через 5-10 лет, поэтому эти варианты можно рассмотреть. Конечно же, то, что Азербайджан поставляет Грузии газ в интересах Азербайджана и в интересах Грузии, так что этот договор, я думаю, что будет работать. Я не знаю, Сокар, он номер один или номер пять, но он работает в Грузии уже более 10 лет, по-моему, более 10 лет. Я точно не уверен, сколько он работает. Но, конечно же, для нас самое главное это обеспечить энергетическую независимость, независимость от России, во-первых, и обеспечить энергетическую безопасность. По перспективе 5-10 лет мы должны также смотреть, если есть такие альтернативные пути, как поставлять газ Грузию, но не российские. Я повторяю, так как этот газ всегда становился политическим рычагом против Грузии, против интересов Грузии, против интересов грузинского джорджа-дириана. Я извиняюсь, мой русский не очень хороший, так как я давно не говорил. Мы все прекрасно понимаем, хорошо. И еще один вопрос к нашему эксперту в Ереване. Господин Минасян, Возьмите, Саруха, я затронула вопрос, что Иран и Россия реальные конкуренты в регионе, и грани соприкосновения интересов, она достаточно узкая, ареал соприкосновения интересов. Вы тоже так считаете? И вот с учетом того, что есть фактор Турции, есть фактор Азербайджана для Ирана имеется в виду, то есть это не, конечно же, фактор Запада, это не влияет, то есть не простимулирует, чтобы вот эти две державы региональные, они начали чисто политически хотя бы или в военно-политическом плане более тесно сотрудничать также в регионе. Спасибо большое. Ну, то, что в Иране фактор исторической памяти это актуальный фактор реальной политики или, скажем так, региональной геополитики, это очевидно. И в Иране, естественно, не забыли ни конец 18 века, ни первую треть 19 века, не забыли и периоды в 20 веке, различные этапы, и даже в новейшей истории, ну, как минимум восприятие иранцев есть два или три этапа за последние десятилетия, когда они считают, что Россия мягко говоря, поступила не очень хорошо. Это конец 90-х, 20-е годы, Горчерномырдин, вот это соглашение, это соглашение, это разрыв контрактов о поставках С-300 в предыдущие годы. То есть, соответственно, восприятие Тегерана Россия всегда остается страной, которая, скажем так, на которой полностью доверять нельзя, потому что в любой момент могут возникнуть проблемы из-за России, как это было многократно. С другой стороны, нельзя и упрощать, и говорить о том, что, скажем так, все искусственно, но это не так. По многим вопросам ближневосточной или глобальной политики есть совпадение интересов. Я бы сказал, что главный элемент, главный, скажем так, слоган, как можно характеризировать российско-иранские стратегические взаимоотношения, это слово прагматизм. То есть они могут быть явными или неявными конкурентами или партнерами на Южном Кавказе, могут вполне тесно сотрудничать по Сирии, могут иметь некие различные подходы, но в целом согласованы по иранской ядерной программе, могут иметь достаточно согласованные подходы, скажем, по Афганистану и так далее. Но те упрощенные выкладки, которые, если вы помните, были достаточно распространены, например, в 90-е годы, о том, что какая-то ось Россия, Грузия или без Грузии Россия, Армения, Иран и дальше там региональная политика, тем более политика в Большом Ближнем Востоке, она не предполагает черно-белые тона. Все намного сложнее и в то же время ничего не исключено в динамике взаимоотношений между Москвой и Тегераном в ближайшей перспективе. Господин Сахаруханян, и вопрос о том, что между Евразийским экономическим союзом и с Ираном может быть какая-то кооперация, сотрудничество, особенно после снятия санкций, и в этом может выиграть армянская сторона, потому что через Армению все это будет делаться и будет учитываться опыт кооперации отношений Армении с Ираном. То есть речь идет о выстраивании свободной экономической зоны пространства с Ираном. Как вы думаете, это реальная перспектива с учетом вообще отношений и экономической кооперации России с Ираном, то есть уровня, я имею в виду, и масштабов. Это реальная перспектива и она экономически оправданная перспектива? Спасибо. Это очень интересный вопрос. Я скажу так, что естественно зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном это перспектива очень неблизкая, потому что Иран страна достаточно ориентированная на протекционизм своего производителя и своего рынка. Но ситуация меняется во многом по той причине, что в Министерстве экономики Ирана создана специальная группа, которая сегодня уже активно занимается подготовкой переговоров между Ираном и ВТО о подписании соответствующего соглашения и полноправном членстве Ирана в Всемирной торговой организации. То есть Иран будет идти по пути либерализации, частичной либерализации собственной экономической торговой системы. Иран и Евразийский союз это потенциальные партнеры не только и не столько из-за российско-иранских отношений, но и из-за того, что Иран является очень важным торгово-экономическим партнером Ирана. И есть другая тоже перспектива, другой сектор взаимодействия, это сотрудничество Ирана и России в рамках реализации китайского проекта экономического пояса «Шелкового пути». И после объявления о том, что лидерами Китая и России о том, что Евразийский союз и «Шелковый путь» будут идти по пути сопряжения своих интересов, то можно сказать, что тут Иран-Российское и Ирано-Евразийское сотрудничество будет происходить по двум направлениям. Это само сотрудничество между Тегераном и Евразийским союзом и участие Евразийского союза Ирана и Китая в реализации общей экономической транспортной финансовой торговой программы по созданию этого «Шелкового пути». Я считаю, что по крайней мере я могу сказать, что возможности сотрудничества Ирана и Евразийского союза намного возможностей намного больше, чем между Турцией и Евразийским союзом, с учетом того, что Турция вскоре подпишет новое соглашение, таможенное соглашение с Евразийским союзом, которое будет охватывать практически весь сектор сотрудничества, в отличие от подписанного 20 лет тому назад. Как это будет выиграть как-то Армения? Как это повлияет на Армению региона? будет выиграть в любом случае из-за того, что внутри Ирана начнутся реформы, а эти реформы начнутся так или иначе из-за того, что страна собирается вступать в всемирную торговую организацию и выиграет от того, что если будет подписано соответствующее соглашение между Ираном и Евразийским союзом, снимутся все ограничения для армянских не крупных, но все-таки инвесторов в иранскую экономику, потому что и армянских инвестиций в иранскую экономику практически сегодня нет. И этих инвестиций нет не потому, что в Иране невозможно зарабатывать деньги, а из-за того, что инвестиционное законодательство Исламской Республики не предполагает какую-то благоприятную сферу для того, чтобы иностранные инвесторы, тем более с такой маленькой страны, как Армения, туда входили. Спасибо вам большое. Мы подходим к заключению нашей дискуссии, нашего обсуждения. Господин Сихару Лидзе, если вам есть что добавить, прошу вас. Да, не очень много. Просто я хотел бы сказать, что в поисках альтернативы, когда идет разговор об альтернативе, мы знаем, что идет очень серьезная работа по Шейл, ГЭС, так по-русски я точно не помню Шейл ГЭС. Многие европейские страны начинают разрабатывать вот эту Шейл ГЭС. Сланцевый ГЭС. Сланцевый ГЭС. И сланцевый ГЭС, некоторые цифры говорят, я точно не уверен сейчас, потому что эти цифры не всегда очень аккуратные, но есть также альтернатива, чтобы поставлять эти газы другие страны, в частности Польша, в частности есть такие данные о том, что в Украине также есть много сланцевого газа. Я думаю, что есть еще другие альтернативы, есть ликвифайд газ альтернативы, которые можно поставлять по танкерам. Так что для Грузии искать альтернативы не будет плохо, но я не рассматриваю, что будет очень умно, если Грузия по альтернативе будет смотреть на газпром. Спасибо. Я напомню, что наше обсуждение подходит к концу и сегодня это обсуждение составилось в результате усилий на площадке медиа-центра в результате усилий армянского ОФСа по освещению войны и мира, а также клуба общественной журналистики. И с нами обсудили тему эксперты Севакса Руханян, Сергей Минасян и Давид Сихарулидзе. Спасибо вам большое за участие в обсуждении. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...